добрейшего геройского времени суток на связи антиквар приветствую вас в героях меча и магии 3 где мы продолжаем проходить оригинальные кампании из цикла дыхания смерти представляю вашему вниманию вторую часть прохождения второй миссии из этой кампании которая называется встреча правом верхнем углу экрана вы видите ссылку на третью серию нашего прохождения она получилась несколько странной то есть я не могу сказать что эта ссылка на начало именно прохождение миссии 2 потому что там было окончание прохождения миссии 1 и начала прохождения миссии 2 но в описании 3 серии я поставлю тайм-код пройдя по которым можно будет попасть именно на начало второй миссии поэтому если кто-то пропустил начало второй миссии то можете перейти по ссылке и по тайм-коду там уже и записание ролика попасть в интересующее вас место ну или целиком посмотреть третью серию вот такая вот преамбула надеюсь разобрались что я имел ввиду я старался как мог у нас есть вот такой замечательный йог на начало третьей недели до в этой миссии мы стремимся всеми силами сердце крыло до столицу крылода улгак но в общем йога заманили в ловушку но он тут обрастает армией в чем ему активно помогает дипломатия и в общем планирует пробиться в улгак силой запись 10 я попытался прорваться через заставу нового варвара хорошо защитили ее видимо придется идти через горы но мои войска слишком велики чтобы выдержать подобный переход к счастью я нашел несколько пещер в которых начинаются подземные туннели кажется удача вернулась ко мне пещеры не охраняются да это варвары несколько погорячились что они не охраняют пещеры кстати мы тут выходим моргенхейму видим внешний рынок да сюда можно будет тоже поставить кого-то героя видим хижину ведьмы сюда еще какой-то проход есть так ну что нам надо забирать город это понятно а больше пещер нет отсюда или они наверху как раз спрятаны ладно разберемся прежде всего нам надо забрать город тут есть шахта руды сразу же нападаем да как раз у нас очки передвижения тратятся в ноль забил забираем все на автобои даже сесть в город не не можем в общем как говорится не очень-то и хотелось здесь ставим таверму можно немножко подкупить войск кстати говоря здесь можно каких-нибудь гоблинов вообще улучшить да хотелось бы и налетчиков улучшить но это опять-таки ресурсы которые понадобятся ну хотя руда здесь есть по дереву у нас все неплохо я вот что думаю нужно терека отправить такие вот сюда чтобы подобрать вот эту деревьяху наверное кстати говоря да надо было сразу туда бежать потому что если нам отстраивать два города то определенно не будет лишним вот этот кусочек древесины можно еще и за чудищем его отправить но это наверное уже опасно если враги проломятся через вот этот гарнизон убьют циклопов то город фактически у нас остается без защиты так ладно что мы строим слушайте вообще-то надо было храм болгала тут ставить что-то у меня есть сомнения что ёк сюда вернется поэтому вот здесь нужно будет оставить храм болгала и здесь этого так у получать да ладно посмотрим посмотрим как нам лучше как нам лучше действовать тогда у нас что получается войска не улучшенные по-прежнему получается так плюс атака здесь ребятушек скупаем забираем смотрим кто в таверне шива можно ее нанять еще немножко войск и плюс будет герой который здесь поможет все зачистить да наверное в этом есть смысл думаю что так да давай давай войска не будут лишними совершенно точно поэтому забираем шиву ну и есть у нас еще герой который здесь пошустрит да папа может все побыстрее и поактивнее сделать орки не хотят биться вообще-то нам надо докачиваться давайте мы вы проведем но тем более да у нас тактика экспертная нам бы сейчас еще орков бояться всяких встречных поперечных ладно девочка наша давай здесь помогай еще немножко руды орков наверно тоже сразу берем а тут немножко дерево все короче складывается как нужно хорош где бы нам стрельбу выловить вот что я думаю надо сразу же шивой будет чекнуть наверное хижину ведьма да вот эту мало ли там стрельба которую мы так страстно хотим получить сундук на деньги оставляем но думаю что да так ладно ладно а успеет она и шахту забрать и хижину ведьм посетить что-то я не уверен если честно ну ладно сейчас прикинем так терек дружище давай ох десятка руды отлично давай чеши твоя роль в этом плане уже выполнена здесь пока ничего не ставим вопрос в том насколько насколько быстро они пробьют циклопов пока они не торопятся наверное мы тут должны успевать да здесь тактика понимаю но тактика у нас есть это нам не интересно ну а йог продолжает двигаться вперед так фабрика военной техники хорошо что не мебельная да представляете сейчас мы в крылоде обнаружили такое предприятие он лежит фиолетовому щиточек лежит тоже кстати можно забрать птицы стоят может быть даже присоединяться как говорится жизнь то налаживается вот уж точно так ну и что мы по-хорошему должны строить экономику до должны здесь ставить замок ставить капитулий а потом уже все остальное делать ну и замок то нам нужно строить в любом случае так армии здесь нет по крайней мере у гирвульфу поэтому мы пока не боимся птицы не хотят биться мы хотим вот присоединяться надо присоединились нас бы было бы уже 32 а вы не присоединяетесь но нет значит на нет и суда нет у нас есть преимущество перед ними у нас есть подвеска скорости поэтому мы-то ходить будем первыми ну что наверно закрываем волков так но здесь мы вынуждены стрелять я не уверен что наш мишка выдержит удар птиц вот честно не уверен нет не будем попробуем вот так будем надеюсь что здесь птичка выживет но одна кстати слушайте и пробили это до минус 2 3 хп не хватило чтобы затащить ну ладно минус птица чё поделать 12 уровень ёк у нас будет ограничен 15 пока ему есть что качать пока он нужные навыки по не ловит щиточек забрали здесь давай пожалуй деньги тоже неплохо плюс 2 атаки нам здесь тоже наверно забираем ну и погнали дальше отлично так шива теперь твоя очередь здесь шустрить мельница ну наверное сначала буду эту надо забрать любом случае здесь чуть-чуть подкачаться тоже не помешает ну и давай беги в ветряную немножко гоблинов так 8 400 чуть-чуть нам не хватает то есть мы можем здесь поставить пока префектуру правильно да на следующий день у нас будет уже капитулий хорошо так ну и dragon spirit мы видим город можно очень баллистику поймать на юго у аутентичного йога из цитадели баллистика же есть и у него будет как вам в идее вообще конечно вы к баллистике я не люблю до стены он ломает бодро но в целом такая себе история как здесь как-то расставляемся и поехали а тут нету фортификации что ли а тут просто форт но если тут просто форт то что тогда у нас все вообще изумительно тогда мы ничего и не боимся но поехали морально это после могилы понятно да как-то это было некрасиво даже с их стороны я аж даже не понял что случилось сначала здесь храм вальгалы тоже строим продолжаем вкачивать атаку в принципе все они здесь купили нам здесь особо делать-то и нечего храм вальгалы поставили сразу же нам не хватает на капитолий но это мы сейчас тоже кстати решим причем решим вот здесь по хорошей цене вот ни одно ни другое не нужно поэтому можно вот так вот просто стрейдить это нужно хотя бы на у на уровне данном чтобы улучшение поставить самоцвета хотя там всего лишь пять драгоценных камней ну ладно оставим оставим слушайте но мы уже половина крыло да судя по всему завоевали да пока ел пробивается столице есть какая-то армия тут еще знаете в чем проблема проблема в том что мы так хорошо да здесь едем и слушайте а может нам кстати биться-то и не придется мы вот так вот может пройдем вот сюда в подземку а это подземка выведет нас вот сюда и мы попадем прямо под стену лгака может это так здесь работает что-то меня осенило тут мысль а так проблема в чем что у нас армия то вся в стронглэне остается а мы от него убегаем и между нами армия есть вот такой гарнизон сюда можно конечно разбить какого-то героя посмотреть но понятно что армия там приличная так ладно что мы делаем здесь заберем сами наверное да почему бы и самому не забрать можно это сделать по прокачке у нас принципе еще есть два уровня до чтобы половить навык ну и третий там уже будет рандом если ничего нам не придет хорошего или мы не найдем день хижину с нужным навыком в общем пока все не очень понятно нанять героя чтобы он здесь засветил уголок нас вроде родного там нету да да ведь как-то брать не хочет слушайте но тогда взять уланда вот это вот у него баллистика я кстати не помню что у него за описание там наверное объясняется такой выбор но просто он друид казалось бы друид с основной баллистикой просто это конечно очень мощно кстати у него странная прокачка у него продвинутая мудрость должна бы быть основная но здесь никаких проблем у даши нету удары них да у него прям какая-то интересная история причем он тоже первого уровня то есть я вообще не могу это объяснить как это может работать в соде ну ладно запишем это в рубрику очевидно и невероятное так шиво немножко кристаллов еще унесла кстати деньги нам очень хорошо пошли здесь 2000 отлично просто отлично ничего продолжаем строить наш город ставим циклопов думаю что да очень дорого это прям очень суровая постройка но что поделать и можно начинать улучшать их потихонечку деньги есть так а здесь может быть не строить войска построить экономику ну я думаю да тоже на муниципалитет мало ли нам придется купаться да где-то но так у нас получается что войска только в одном городе птиц хотя бы воткнуть руды не так много ну ладно у нас пару шахт есть до птицу ставим кстати их бы взять было бы неплохо но возвращаться такую себе да это разведку дадим дадим разведку отдадим вот этот топорик все равно он для нас не нужен сокровищницы гномов хорошая история очень неплохой кач 1 3 как-то так расставляемся но и смотрим она минимальная неинтересно даже я то приготовил сейчас бою много банки и слушайте но много банка особо мы идти не можем у нас скорости нету у нак 6 до скорость ну хотя чем мы не можем с подвеской проблема в том что мы не понимаем какой там размер а если он макси окажется еще у нас там вся армия ляж будет конечно довольно таки бесславное завершение пути нашего героя так даже разогнаться не на ком ладно стой наверно пока здесь есть склады циклов тоже которые мы еще не освоили ну не знаю дойдет ли до этого или нет там кстати армия похоже появилась какая-то такая с которой можно работать увея ну такая да в принципе примерно как у нас нет даже больше как у нас что смотреть сколько орков да и вождей обычных прям даже побольше заехать может подкупить армию то есть есть ощущение что нам немножко нужно усилиться да куда нам торопиться то есть прямо торопиться а тут тоже проход под землю интересно орки вожди ладно мне надо скупить здесь войска определенно думаю что это не будет лишним эрик стоит так но здесь мы начинаем потихонечку отстраиваться можно чудищ улучшать уже тоже неплохо но начнем мы с гоблинах вот такие вот бравые ребята получились в наплечниках хорошо еще одна неделя прошла и папа 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 будет весело да но у нас здесь замок у нас здесь замок надо птиц поставить улучшить себе хотя бы кого-нибудь скупаемся 21 птица очень неплохо по итогу можно такой армии лезть в нагобанк вообще-то можно почему в нагобанк хочется залезть на деньги нужно если сейчас на нас пойдут то было бы неплохо до обзавестись финансами дополнительными так ладно надо расставиться заново так у тебя шестая да она габанк это какой получается от максимально и получается щетки палки ну ладно неплохо неплохо так у нас птица тут не выбивает ну васька мы тут короче под заливаем немножко ну что ж поделать так медведя медведя надо уводить давайте добивать вот эту вот барышню слушать а сколько у них них не 6 что ли скорость у них 5 скорость слушайте ну замечательно тогда вообще у нас нет проблем никаких мы тогда даже угра отсюда увидел отлично я-то думал сейчас огра получит но нет и морали нет отлично так чё у птички по жизням нормально все молния так здесь сняли ответку ну неплохо максимальный нога банк то упал артиллерия артиллерию и стрельбу ловить дальше артиллерии стрельба ну вообще неплохо мне нравится давай но стрельба нужно нужно где-то взять стрельбу надо где-то взять стрельбу надо где-то взять баллист туда баллисту мы можем купить прямо здесь гирд приходит в этот раз подготовилась привела кучу армии с собой так у нас здесь тележка а двор баллист не построен ну ладно построим на следующий ход а можно тележку забрать и форт баллист на следующий ход да нормально у нас все получается в этом смысле так ты отправляйся на базар терек наверно все таки отправляется в город сразу же шутки кончились у оппонентов так надо чуть-чуть будет выглядеть на следующий ход деньги это опять же дам даже не знаю ладно пока ничего не ставим на короче говоря пока так фиолетовый не то что куда изъявил много желания нас сразу же вырубить так хорошо двор баллист ставим учили что можно поставить но нет это будет уже лишнее и покупаем баллист отлично все-таки артиллерию я вкачал просто же так не это сделал правильно отлично здесь передаем здесь передаем да налетчиков было бы еще не дурно загрейдить до всех бы было не дурно загрейдить на самом деле но работаем с тем что есть но что друзья мои присоединяйтесь у нас так здорово и хотите да ну значит значит и не обижайтесь а здесь можно пройти до пройти можно в гарнизон в такой же понял а мы видим попадаем учат вот сюда в закрытую область когда мы здесь ныряем в этот проход да занятная занятная карта прям мне нравится интересная такая нетривиальная куча блоков куча проходов перекрыто перегорожено кто к нам бежит сурук но такого суруга мы не боимся до такого сулубы мы вот точно мы боимся закупаться не на что будет тогда ладно надо поставить у нас есть какой-то отряд чтобы мы могли тут отбиться от этого сулуба несчастного даже так орков еще купим стрелки все таки это хорошо мы готовы к штурму давай сурук нападай на нас сурук решил ударить нам по экономике понимаю тебя понимаю ну ладно мы сейчас тоже куда-нибудь вам ударим так здесь пока не разведываем выходим и обнаруживаем что у нас есть город который можем забрать вот эта армия смотрите у галтрана эльфы улучшенные скелеты и армия цитадели то есть вы представляете какая тут замечательная мораль просто замечательная слушайте ну и похоже на то что нам вот этот гарнизон то бить в любом случае придется хотя может быть вот тут действительно мы сюда проскочим так 10 тысяч есть 10000 ну наверно медведей нанимаем прежде всего стрелков мы скупили медведи главное кто остался гир ты давай помоги хижина провидца путешествие через эти земли опасные моему посланнику требуется хорошая охрана я вышел 150 орков великолепные охранники если бы могли пригласить я был бы чрезвычайно благодарен как бы интересно да что за это дадут ну сказать что прям для нас от какая-то необходимость тоже я не могу а а ну точно да кто галтрану должен был помешать это сделать армии здесь нету есть фиона вот такая можно цитадель поставить да конечно вот то что они могут так свободно через эти гарнизоны пробегать это это занятная история но фиону надо нанимать мне не хочется отдавать город вот уж абсолютно точно так атаку давайте книжку даже купим потому что можем не знаю что здесь нам должно помочь ну да ладно вот такая фиона будет отбиваться в битве за дрэгон спир вот от такого галтрана это конечно слушайте ну что-то с чем-то да так убираем собак пусть он на нас нападает наверное да ну не хотелось бы чтобы он забрал у нас город это добавит нам геморроя но у нас подождите у нас какая цель пройти булга понимая ну по хорошему нужно конечно вот этих всех ребяток прибить чтобы они здесь не бегали лишний раз и нам не мешали жить подвести вот отсюда армию улучшенную нашему йогу посмотреть кто тут вообще контролирует этот гарнизон и как-то от этого уже отталкиваться так ладно давайте пробиваться давайте занимать рок варен в котором замок построен в котором кстати гервуев сидит ясно понятно что тут три птички подманить на чудище трех птичек наверное да старым тоже всех нужно выдвинуть вперед в том числе и птиц да поехали в гоблину достойный выбор понимаю вас чё нас не побалует гербург никакой и магии герой кстати не прокачаны давайте на это обратим внимание так ну пока мы птицами не лезем побалует он нас магии понимаю на птичку же да так пока вы это здесь верно забираем птиц здесь мы вынуждены терпеть так баллиста начинает понемножку помогать нам ребятушки пошли это неплохо это в целом очень даже неплохо птица проникла всем ну да и тут сила магии в герой вульфу конечно за гранью добра и зла ну все все то есть мы здесь сейчас спокойно со всеми разбираемся отлично ну потери 53 гоблина ну тут замок и стрельба к нам приходит ты же мой молодец йог йог макарёк так и хочется сказать хоть и не моя фраза но эмоции захлестнули кто не знает стрельба и баллиста артиллерия работают в связке да то есть если у вас есть артиллерия и плюс к этому есть стрельба то ваша баллиста будет выдавать просто феноменальные значения урона ну или пушка в соде еще лучше в соде в ходе еще лучше но при условии конечно что у вас большая атака но у нас у йога уже 20 21 ой так ладно без комментариев здесь как вы понимаете нам бы надо ехать с одной стороны с другой стороны нам бы надо сделать так чтобы галтран город не забрал мне кажется это достаточная гарантия того что он город не заберет здесь наверное вот так еще сделаем урков объединим да в один отряд так хорошо но и чего повышал атаку себе поднимем хижины ведьма мне больше не нужны еще город это же цитадель торчит проехать так или так ну так наверно наверняка можно будет проехать а может и так и так хорошо ты сидишь ты на рынке ты ожидании галтрана куда галтран то пойдет сюда идет и видимо будет нападать до на фиону видимо есть у него это в планах мы можем поставить оверх на действительно две тысячи золота и стоит да я перед началом этой миссии тут задавался вопросами 20 дерева я точно помнил что они стоят а а вот то что две тысячи на так и предположил ничего поставить их наверное наверное да чтобы уж наверняка он не пробивал нас наверно это хорошая идея на него мы не пойдем пусть он нас атакует если он побежит вниз но у нас тут есть какие-то войска цитадель тоже поставим в общем будем справляться определенно да еще тут у них город пустой что характерно ну ладно мы заберем мы не гордые тут гречен ломанется сюда сейчас ну наверняка наверняка но я чуть сомневаюсь что такая гречен возьмет наш стартовый город здесь уже пять седы здесь есть стрелки какие-никакие в общем все неплохо так что мы делаем но тут мы наверное сидим пока в городе да раз мы сидим в городе то мы не откажем себе в удовольствие разогнаться на птичке тут сейчас будет эпичное противостояние заманили таких мертвяка в ловушку но мы проведем этот бой слушайте пусть даже он поколдует но у него даже смотрите у него даже 20 мана из 10 возможных магии есть то есть не все будет так просто так у нас есть стрелочка на 20 урона на будет он худавать что-то но по идее должен да люблю я конечно такие эпичные бои он еще и проломит стену ну да что же это ты будешь делать вот это просто убийца какой-то к нам пришел расчехлил молнию да это же молния было удар молнии 60 урона 11 бесов погибают ну просто хорош проблема его в том что у него осталась еще только одна молния но и в общем да и в общем все а тут дальше расстрел баллиста ему не помогает почему вот эти военные машины до попадают после боя не переход не захватывает их убедивший герой есть тут некоторая несправедливость до эпичная победа да тут тоже очень слушайте они же могут дальше побежать они же ладно они что они могут сюда напасть они же могут побежать а ну тут 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 циклопов мало чего они не остановят будет гречен атаковать наш стартовый город хорошему должна так здесь выкупаем кого можем как-то тогда отбивается терек на такой армии но статов тому гречен нет у нас есть замок но четвертая так маловато конечно немножко магических статов есть у терека стрелочка дальше тут щит диспл ну похоже может быть еще одна эпичная оборона так а здесь между тем враг гундула смотрите тоже с эльфами но для бодрости и высокого боевого духа я молодец оставил войска зачем действительно не войска с собой это правильно было сейчас очень красиво сделано не дать не взять придется пойти вот на такие вот не самые популярные меры возьмем клавиуса он какой-то момент отобьет свой найм буквально до деньков через скопом 350 несет в день это сколько 700 за два дня дисплей нет еще он стоит шесть дней 2 100 за 8 дней он тебя до свой найм отобьет ну и отлично ну и молодец главное чтобы я тут же не грохну тогда вообще все будет замечательно так ладно у него тоже найдется здесь работенка хотя может сейчас какой-нибудь жабаркас который выскочит из улгака просто отхватит крыгмур обратно и все ну ладно что тут как говорится жабаркасов боятся в улгак не ходить известная варка барварская поговорка гундула куда-то решила бежать один один великий эльф один ну точно для морали он здесь стоит нет никаких даже сомнений просто не малейших птицу подманиваем приглашаем гостя и говорится к нашему огоньку шалашу нашу птицу немножко вперед выдвигаем для мобильности до замедление от гундул вот это вот известная так здесь ответку сняли в принципе главный стек мы сейчас уничтожим тут можно параллельно волков бахнуть как-то так да и гундула убегает понимает что ловить здесь в общем-то нечего птичек можно забрать ну почему бы нет почему бы нет тут тоже кстати а тут гарнизон еще мощнее да да кулгаку слушать а мои вот если здесь пройдем выйдем вот здесь или нет прям кулгаку чтобы гарнизоны вообще не бить было бы неплохо ну еще вопрос будет ли гречен нападать если будет то конечно тоже момент не самый приятный так все мы здесь остались стоим на внешнем жилище птичек ты в городе ты на рынке ты что делаешь наверное давай заберем обратно нашу собственность по части добычи полезных ископаемых также бархас боятся да не что-то делать нам наверно посмотреть что здесь за охрана или не надо или нам надо просто пройти вот этой подземной тропой и забрать у гак да такая непростая миссия что называется кое-где придется подумать седьмой день в принципе нам наверное интересно йогам получить здесь армию до после прироста потом мы этот город можем отдать вполне и просто поехать на угол гак наверное да слушайте почему нет наверное так опять таки мы разгоняемся птицу лучшим замок здесь есть чудища этих мы не ставим деньги нам нужны на скупку наклавился можно попробовать половить кого-то из этих парней можно на разведку его дальше отправить в общем как-то от этого плясать и вон же армия вот это вот бессмысленная и беспощадная давайте вот сюда еще разведку дадим но я не хочу увольнять огров они свои они самые медленные да ладно пусть будут ничего страшного а вот сейчас в исполнении гречен была была замечательная иллюстрация известный поговорки хочется и колется ход с одной стороны хочется до другой стороны вы сами понимаете так здесь мы популяцию все-таки выкупаем нам войска понятно что нужны не сказать что прям нужнее да и выкупаем причем вот так и один медведь до сих пор елки-палки деньги остаются чтобы здесь выкупить стрелков определенно чтобы здесь нанять орков так можно кстати и улучшить да чему нет совсем дешево это по деньгам как-то так как-то вот так мы делаем ну не так просто до ломать такую цитадель это вот уж абсолютно точно так что мы делаем здесь пуски можно даже тут немножко оставить ребят чтобы замок отработал да по кому-то буквально тюмею ну и мы поехали получается так юбом то что стоять надо ехать правильно думаю да понятно что мы сейчас подставляем все наши города и скорее все их будут забирать обидно будет есть тут нет прохода вот сюда ну ну по идее он должен быть слушать хотя или нет или да или вот он он давайте проверять так какого мы уровня мы 15 ограничены у нас ну да определенно он докачается может даже не посещать камни никакие может тут атака какая-то есть а мы ее пропускаем и тогда будет обидно ну ладно ничего страшного большому счету так ты дорогой товарищ что делаешь давайте мы его в город запихнем конечно ничего себе так-то он у нас колдун нестандартный какой же хороший набор заклинаний если мы берем боевые заклинания но ускорение на куда-нибудь можно было вместо чего-нибудь ну даже не скажешь вместо чего хочется получить ускорение конечно просто изумительно ну да пусть нападают забирают город будем биться сражаться делать все что мы можем конечно как коршуны смотрите все там полетели уже ну да вот у нас пустой вообще город ладно это кто я запомню тебя в лицо то если думаешь что это сойдет тебе с рук веет куча медвей куча медведей циклопы по ходу пьесы можно и забрать пару штук наймем почему нет почему бы и нет можно и нанять так отлично отлично уголок здесь город мы потеряли бей сейчас он побежит слушать и но и тут как по цепочке да у нас города побью будут падать и за исключением нашей столицы понятно что столицу так просто не занять это тут и денег меньше нам идет ну конечно города кончаются это все понятная история сейчас еще еще он у нам прихлопнут замечательную замечательными ограми и собачками но с этим я поделать ничего не могу тут я этот процесс никак не контролирую так что да тут минус один город минус 2 час минус все будут города минус фиона я даже стрелочку дам не удержусь пушки армия то уверен приличная так то если что прокачка не сказать что прям да а чем на нас дал медлительностью то есть у него земля экспертная но этот и убежал зачем-то за чем-то убежал от улгака то есть там мы его не встретим но если мы кулгаку выйдем а мы кулгаку и выйдем да тут варианты-то какие и обратно он не прибежит судя по всему ну да он далеко то есть мы бьемся с же и гаром ну хотя там скорее всего какой-то герой сидит я с вашего позволения еще одного медведя куплю пробью внешнее жилище и куплю запись 11 думаю мое приближение к столице привлечет внимание у инстона барагуса но я не собираюсь сидеть сложа руки и ждать пока он атакует я покажу этому варвару как обманывать меня молодец побольше решимости на автобой разбираемся два медведя но все теперь уже теперь нас не взять нас не остановить будет эпичная жабаркас откуда нет ну понятно что он взял его из лагеря наемников на одном костяном жабаркас по степи рассекает это фух так не дадим как говорится распродать разворовать россию матушку так я уже давно уже вот да я думаю что читаю сегодня цитаты из фильма прямо из фильмов лезут в голову в голову одна за другой гречен а не смогла взять стронг лен пошла отжимать беззащитные городки севы на одно лицо но тут эпичная победа же у нас нет смысле в смысле вы кидаете в баллист вы издеваетесь что ли а чё единички не выделил ой ой а ну правильно они были в гарнизоне в гарнизоне они объединяются ой 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 то есть я что-то мог бы отбиваться но не отобьюсь он сразу не долетает то есть еще три хода нам ломать баллисту хотя если мы кинем сюда две стрелки то справимся быстрее да вопрос убьют ли наши башни за один ход костяновые или нет костянова да ладно да ну с чего такая вообще роскошь а и стрелочка не добивает его отлично 50 51 морали у него не бывает мана тут кончилась вот это бой вот это противостояние мы зависим от того куда башни будут стрелять да вот интеллекта ребят которые сидят на башнях ну и тут мы видим что интеллектом там не особенно пахнет так 30 урона ну по идее мы выигрываем слушайте куда бы они не стреляли а вот отлично отлично у него же еще палатка лечебная но она не помогла вот это осада вот это отбитие слушаю а слушайте обожаю такие моменты мне кажется в этом прям соль героев вот в таких боях то есть пока йог идет к столице пробивается я понимаю что я занимаюсь ерундой по большому счету но я не могу себя отказать в удовольствии не позаниматься этой ерундой так а тут кто у нас бей ну ладно тут сейчас на самом деле будет уже просто штурм улгака и на этом все закончится давайте не будем больше подвергать наши нервные системы таким испытанием как осады городов хотят не новее у него слишком большая армия он тут просто сметет этих защитников а кто бежит сюда а вот открыли он и мы пожалуй могли бы отбиться у ног могли бы мы тут отобьемся от криллиона естественно у нас тут вон сколько орков но к сожалению или к счастью решается мы этих боев не увидим ну поехали понятно даже игра мы побеждаем получаем поясницу легиона и теперь нас не удержать как вы понимаете ну тут армии нет по сути да ну считайте нам повезло ну наверно нам не повезло то есть мы не получили вот эту вот эпичную битву с веем но он убежал не буду я завеем бегать когда вот он у как стоит то есть вот эту армию но не обязательно свея но уве кстати замедление до экспертная магия земли экспертная то есть это было бы интересно по идее я все равно его с таким перевесом боевых статов бы победил но это было бы не просто ну победил бы до абсолютно точно но мне пришлось армию как-то тут перри 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 собирать ну а так мы просто пришли и забираем улгак ну и ничего страшного гундула тут сидит с этой девушкой мы уже сражались давайте бой проведем все-таки это финальный бой этой миссии наверное этой серии слушайте она получилась покороче но не вижу я смысла начинать третью миссию давайте уже мы как-то вернемся к нашему проверенному стандарту не хочется его рушить 28 угров из неприятного ну ну конечно неприятно слушайте так мои не улучшили ни гоблинов не не туда это клик не гоблинов не наездников на волках как мы и бегаем такими но в этом тоже есть своя пикантность гоблины продолжают принимать тут на себя выстрел и не знаю чем уж орки вожди не угодили не понравились самое интересное что мы никем не что мы никем в итоге не добегаем до угров так а по кому стрелять то ну понятно что от циклопа это без разницы а вот органы наверно по уграм это основной стать ясно что мы здесь выиграем но хочется как тоже хорошо подраться так а тут вот клетку не хочешь вот так подвинуться нет не хочешь да ну тогда вот так подвинемся т.д.ф. ты делаешь минус сколько-то орг органов но не кстати не очень много минут минус 5 дорог и вождем нормально с другой стороны в огры бесполезно да и вот тут палатку подхилила давай сюда ну тот тот тоже д закрыл закрыл циклопа занят на занятных он давайте еще утром и увидите обратно в замок смотрим что будут делать огры вышли под птичек молодцы вот это было правильное решение на самом деле понятно ни к чему бы не привело даже если богрова ушли обратно но ему надо было там закрываться и сидеть здесь надо вырезать хоббоблину все-таки 76 и не в птиц интересное решение так мишку мы здесь не убьем давайте хотя бы так и заберем минус птичка ну и сейчас у нас громовые птицы все закончат закончат этот бессмысленный беспощадный бой и мы с удовольствием заберем улгак покорим таким образом столицу удельного герцогства крылода и узнаем что хотел от нас уинстон барагус да когда затевал всю вот эту вот авантюру с вытаскиванием молодого перспективного волшебника из академии высокого волшебства бракад поехали хорош мы докачиваемся слушайте а может быть кстати стрельба хотя оружие наверное в любом случае лучше потому что в рукопашку ты все равно больше дерешься давно пока мы берем оружие поздравляем вы захватили улгак и победили ну то есть нам даже не хотят ничего написать рассказать да ну видимо уже в следующей миссии мы узнаем к чему была вот эта вся катавасия с выманиванием йога в крылод из бракада в общем мы это все узнаем ну что ж друзья мои это был антиквар на этом месте мы с вами ставим многоточие увидимся в следующей серии уже в новой миссии жду от вас обратную связь пишите комментарии огромное спасибо спонсорам канала за поддержку всем удачи и до встречи на канале в героях мечей магии три и не только пока